Строительство школы в нашем городе событие уникальное, поэтому к стройке особое внимание властей. В среду днем глава Иванова отправился в 36-ю гимназию, чтобы посмотреть, в каком состоянии кирпичная коробка здания. Три этажа успешно возвели, есть несущие стены, перегородки, завершены работы по монтажу окон и мембранной кровли. Впереди задача сделать систему отопления. Заключен дополнительный договор с подрядчиком. По условиям первого контракта все закончены, все работы. Был дополнительно разыгран в тендере по отоплению, значит, система отопления и установка дверей. Вот сейчас мы выполняем эту часть пока. Система отопления, значит, контракт у нас до 31 марта, но мы значительно раньше его закончим, собственно говоря. Здание рассчитано на 350 школьников. Туда переедет начальное звено. Помещения большие, просторные и по всем современным стандартам. Первый этап строительства осуществляли по программе федерального проекта «Жилье». Сумма стройки по расчетам на 2017 год – 160 миллионов. Дело за внутренней отделкой. Есть у нас проблема в том, что мы предполагали строить этот объект по средствам двух федеральных программ. Сейчас это оказалось невозможным, это решение. Поэтому на следующий год у нас заложено дополнительно, сейчас пока 30 миллионов рублей депутаты приняли, одобрили это решение. Соответственно, если город будет строить своими силами, то, наверное, в течение двух лет завершим. А будем надеяться, конечно, что в следующем году, если как-то изменится ситуация, да, то можно будет этот объект и завершить. Функционированию школы большая стройка не мешает. Все громкие работы были завершены еще до начала учебного года. Переход в старое здание будет через второй этаж. Он уже смонтирован. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова